Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16. Днем плюс 32-37 градусов, в горах местами до плюс 28. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 32-34 градуса. В Черкесии в штабе Баталпажинского казачьего отдела состоялась передача тренировочного оружия спортивному молодежному клубу «Пластуны». Новые пневматические винтовки были использованы по назначению в стрелковом тире. Подробности у Али Баташева. Прыгодится, потому что в армии начнут автоматы там. И я просто хочу стать снайпером, и оружие очень надо хорошо знать. Хочешь стать снайпером – будь им. Самым любимым занятием у будущего снайпера Данилы Бугаева является стрельба. Пока только строго по мишеням и преимущественно из пневматической винтовки. Это обязательный элемент обучения в казачьем клубе «Пластун». Десятилетний Даниил Дудник мечтает стать военным, как его отец, участвующий в спецоперации на Украине. Без навыков обращения с оружием это невозможно, считает мальчик. В этот клуб я попал где-то в прошлом году. Почему? Потому что я хотел научиться стрелять. А насколько важно для мужчины уметь стрелять или обращаться с оружием? Хочу научиться стрелять, как мой папа. А каким должен быть? Мужчина должен быть сдержанным, сильным и уметь все. Дети занимаются в клубе «Пластун» с марта прошлого года. Раньше в тире приходилось ждать очереди, так как винтовок всем не хватало. А теперь эта проблема устранена, говорят в ДОСААФе. Три винтовки, а в клубе почти 20 человек, их как бы мало. Вот у нас на огневом рубеже мы можем разместить одновременно шесть стрелков. Ну, с тремя винтовками как бы шесть стрелков не разместишь. Теперь мы имеем необходимое количество МР-512 для начальной стрелковой подготовки. Ну и одна спортивная винтовка, стрелки которой получше смогут выполнять разряды. Весь инвентарь закуплен на грантовые средства, выигранные Баталпашинским городским обществом. Грант организован Министерством труда и социального развития Карачаева-Черкесии. Сразу после получения средств было приобретено стрелковое оружие и в торжественной обстановке передано клубу «Пластун». 385 тысяч, на которые мы вот закупили это оружие, пневматические пять винтовок и вот макеты учебного автомата, которые вы уже знаете, разборка-сборка, все это, да, эти магазины, снаряжение магазинов, все это вы знаете. Ну и пульки, вот эти ружья, все это, то есть для полноценного вашего существования, вашего клуба. Также в рамках полученного гранта в сентябре в Карачаево-Черкесии состоится турнир по казачьему биатлону. К этому времени дети освоят новые винтовки и подтянут знания по истории казачества. Викторина на знание истории также войдет в программу биатлона, подчеркнул атаман Александр Зинченко. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкезовым. Удачного дня и до встречи в эфире.